Только что на глазах этой женщины спасатели вынесли из воды тело ее мужа, а ведь еще утром он живой и здоровый с коллегами уехал на работу. Домой должен был вернуться с зарплатой, но вместо радости в семье сейчас горе. Не справившись с управлением, с этой дороги в пруд слетел автомобиль марки УАЗ, в народе называемый буханкой. И по большому счету для русского внедорожника эта переправа не проблема, проблема оказалась в другом. Ну есть свидетельские показания, которые говорят о том, что все они четверо употребляют спиртные напитки, находились в состоянии алкогольной пьяни. Сергей тоже не раз нарушал закон, садился за руль в нетрезвом виде. Его водительский стаж более 10 лет. За рулем он проводит большую часть своего времени, связано это с профессией. Как раз поэтому он попросил не показывать его лицо. За это его вполне оправданно и справедливо могут лишить водительского удостоверения. Следовательно, он останется без работы. Я вообще, конечно, сам тоже езжу за рулем, пьяненький. И бывает расслаблюсь и позволяю себе вот такие вот. Потому что об этом не задумываешься, пока тебя это не коснется. Сергей заверил нас, что больше ни-ни. Как говорит, дело тут даже не в правах. Последствия могут быть гораздо серьезнее. Одно дело, когда ты в пьяном виде совершаешь ДТП, ну скажем, без последствий. Последствия только для твоей машины, к примеру. Другое дело, хуже, конечно, когда в результате ДТП страдают люди, особенно дети. Это, конечно, я думаю, сложно пережить и тяжело будет пережить. И эта моральная ответственность останется на всю жизнь. Ну простите меня, пожалуйста. Я прошу вас, простите. Я вас ничуть не обижу, значит. Ну простите меня, пожалуйста, простите. Кадры, которые вы сейчас видите, были сделаны камерой видеонаблюдения в январе этого года. Полицейскими был задержан служитель церкви. По тому, как он себя ведет, можно предположить, человек в перевозбужденном состоянии. Причем возбуждение это явно алкогольного происхождения. Пояснил, что ездит он в причащение, поэтому там была необходимость у него, чтобы употребить алкоголь. Перед этим он совершал ДТП, опять же, в пьяном виде. Причем там он уже непосредственно перешел от угроз. Напал на дежурного фактически. То есть применил физическое сопротивление. В связи с чем он в изоляторе временном у нас находился какое-то время. По полицейской статистике, количество случаев задержания пьяных водителей по сравнению с прошлым годом увеличилось. В прошлом году с января по сентябрь их было около 500. В этом году за тот же период число выросло до 600 случаев. И это невзирая на то, что в Кунгуре систематически проходят рейды опасный водитель. Как чаще всего бывает, полицейским приходится выслушивать не раскаяние водителей, а скорее наоборот, оскорбления и даже угрозы. Чего ты меня снимаешь? Привычная авось пронесет, порой играет злую шутку. Последнее подтверждение этому трагедия, произожедшая в Калинина. Двое пострадавших, двое погибших. Разбитые судьбы жен и детей. Чьи отцы и мужья пренебрегли простым, но очень важным правилом. Алкоголь и управление автомобилем – вещи несовместимые. Марат Борисов, Александр Липин, Алексей Долгоруков, Галина Крикливцева, телекомпания «Кунгур». Марат Борисов, Александр Липин, Алексей Долгоруков, Галина Крикливцева, телекомпания «Кунгур».